Здравствуйте! Вы смотрите специализированный информационный выпуск прямой эфиры. Сегодня гость нашей студии – председатель историко-культурного фонда «Меликес» Андрей Макеев. Здравствуйте! И информационный повод для нашей встречи – это издание вашим фондом нового сборника поэта Геннадия Русакова. Имя этого поэта, к сожалению, не столь известно в широких читательских кругах, особенно здесь, в Димитровграде. Поэтому давайте напомним, почему мы по праву можем называть Геннадия Русакова нашим земляком. Ну, я хотел бы начать с чего? С творчеством Русакова. Я сам не так давно знаком. Я услышал о нем именно на канале «Культура», когда было вручение Национальной российской премии поэта в 2014 году. Стало очень интересно. Приобрел книгу, вот как раз вот ее, это «Избранные стихи» Русакова. Вот, почитал, и оказалось, что это наш земляк, творчество которого во многом очень связано с «Меликесом». Здесь он провел свои детские годы, здесь он потерял своих родителей. И вот эта вот боль утраты, она отразилась в его творчестве. Кроме того, что он лауреат Национальной премии поэт, он очень много работал переводчиком. Он переводил с итальянского, с французского. Он переводил современников Шекспира, то есть очень много его книг с переводами вышло. И у него вышло еще восемь книг-стихов. Эти книги были выпущены, наполнены только новыми стихами. И вот наша совместная с ним работа – это составление именно сборника, в который вошли стихи его многих лет творчества, и в том числе последние, которые никогда не публиковались нигде, которые посвящены у нас «Меликесу». «Меликес» в его жизни – это, конечно, «Меликес» 40-х годов. Это не тот Димитровград, который мы можем сегодня видеть. И эта книга не о любви к «Меликесу». Это книга о личных переживаниях молодого человека, который потерял свою семью, потерял всех вообще близких, и перед которым открывалась такая в то время еще, можно сказать, пустота, непонятно, куда идти, куда двигаться. И вот только в 50-х годах он написал личное письмо Сталину, после которого его без экзаменов определили в Куибшевское и Суворовское училище, которое он закончил. Дальше у него судьба, она и сложная, и интересная. Он отучился и на поэта, и на переводчика, и работал всю свою жизнь в секретариате Объединенных Наций, и в Женеве, и в Нью-Йорке. И до сих пор, вот он 1938 года рождения, он до сих пор жив, здоров, работает синхронным переводчиком в Организации Объединенных Наций, живет в Нью-Йорке. Списываемся с ним, часто общаемся. И вот эта вот книга, это плод наших совместных усилий. Как он отнесся вообще к вашей идее издать этот сборник? Ну, идея ему очень понравилась, просто он сначала не поверил, что она осуществима. Он как бы терпение и труд, говорит, все перетрут. Мы год работали над этой книгой, и вот она появилась на свет. Дальше мы, конечно, хотели бы сделать презентацию этой книги, но в планах у нас пригласить Геннадия Александровича, конечно, сюда, в Мелькес, Димитровград. Живет он в Нью-Йорке. Живет он в Нью-Йорке, да. Он изредка бывает в Москве. Если он в этом году в Москве появится, то я думаю, что он прилетит к нам сюда, в Димитровград, в Мелькес. Ну, а пока мы планируем, конечно, сделать презентацию этой книги, но с, как это раньше было модно, телемост. То есть прямой эфир с Нью-Йорка. Пока работаем над техническими деталями, чтобы это было осуществимо. Опять же, у нас большая разница во времени. Мы здесь спим, они там работают. Поэтому, ну, думаю, что это будет сделано. Тираж каков? Книга эта была выпущена в Ульяновске, в издательстве корпорации «Продвижение технологий». Книга выпущена тиражом 500 экземпляров. Конечно, мы надеемся, что она будет интересна всем жителям города. Но я надеюсь, что не только жители нашего города эту книгу должны увидеть, но и жители Ульяновска, жители России. Потому что среди поэтических кругов имя Геннадия Александровича Русакова она очень популярна. И неспроста ему вручили эту премию, национальную премию поэт, которую присуждают людям, которые добились очень больших результатов в поэтической своей карьере. Вот Евгений Евтушенко, легендарная личность, поэт-шестидесятник. Опять же, сам Геннадий Александрович вручал эту премию Юлию Киму. Тоже личность такая очень неординарная, очень известная в России. Он дружен был с известным режиссером. Да, на его вторую книгу, рецензию ему написал Арсений Тарковский, с которым они дружили с семьями. Очень теплые у Русакова воспоминания о семье Тарковского. И поэтому этот человек с очень непростой судьбой, с очень непростым, но для меня гениальным общетворчеством, я считаю, что должен быть известен нашим землякам, потому что он сам наш Меликевский. И вот основа его всех стихов – это, конечно, город Меликес. Поступят ли книги, может быть, в качестве подарка в школьной библиотеке? Да, конечно. На презентации мы планируем подарить и в библиотеке городской, и в библиотеке школьной эти книги. И, конечно, хотелось бы организовать продажу для всех желающих, но пока такой возможности чисто технически нет. Эту книгу можно и избранная Русакова. То есть это книга 2008 года, в которой представлены лучшие его стихи, посвященные всем тематикам. Мы тоже выкупили остаток тиража в издательстве, и готовы здесь его и подарить школьникам, школьным библиотекам, и библиотекам города, и предоставить по себестоимости любому желающему. И вот новую книгу нашу «Сероса» начиналась с Меликеса. Пока она доступна для заказа на нашем сайте. На сайте? Да, на сайте Историко-культурного фонда. Но проблемы вот именно с книжными магазинами, с ковскими Роспечати, думаю, мы решим эту проблему в ближайшее время. Ну, мне кажется, как-то, может быть, дать какие-то рекомендации, хотя педагоги могут к ним не прислушаться, какие-то на внеклассных, может быть, часах знакомить с творчеством этого поэта? Ну да, с творчеством этого поэта интересно было познакомить. Но вы сами же посмотрели, да, почитали стихи. Это, конечно, стихи не для школьников. Это уровень немного выше. Может быть, 11 класс, да, они будут интересны. Вы говорите, ну, мы с вами просто встречаемся уже не первый раз, что у него есть и детские стихи. У него есть и детские стихи. И вообще вот тема поэтов Меликеса Димитровграда, она же очень интересная, она очень широка, и она, ну, нигде, можно сказать, особо не освещалась. У нас есть очень интересные люди, которые приезжали сюда в Меликес, здесь жили и творили. Например, Борис Каплан, да, который тоже издана книга, его стихов недавно. У нас есть наш, Меликеский поэт еще, который в 19-м, начале 20-го века здесь творил. Это Спиридон Денисов, которых тоже мало кто знает. Вот хотелось бы тоже, чтобы мы хотим провести дальнейшую работу, да, чтобы вот, например, книгу первого вообще известного Меликесского поэта, Спиридона Васильевича Денисова, ее тоже издать, чтобы она была доступна нашим жителям. И очень много у нас поэтов-писателей 19-го, 20-го века, которые жили и творили в Меликесе, которые незаслуженно забыты, хотелось бы восстановить эту историческую справедливость, и чтобы люди, Димитровградцы, их знали. Ну и, конечно, чтобы люди знали, надо начинать воспитание со школы. Конечно же, на школьных, на классных часах необходимо совместно и с кривейческой работой, и с литературной, вот с поэтической работой проводить вот эту, как бы, передачу знаний молодому поколению, потому что необходимо продолжать эту преемственность и в творческой литературе, и в истории, чтобы мы не оставались Иванами Радства, а не помнящими. — Год только начался, ну, некоторые планы Вы уже озвучили. Что еще интересного впереди? — Ну, впереди у нас очень интересная совместная работа с Димитровградским кривическим музеем, конечно. Мы с ним работаем очень давно, очень плодотворно. Очень интересная работа. У нас подготовлено еще в прошлом году к изданию собрание сочинения нашего первого краеведа Димитровградского-Меликесского Степана Георгиевича Дырченкова. Дана книга уже почти готова, она прошла вычитку, и я так думаю, что в феврале-марте мы ее отдадим уже в издательство, чтобы готовить макет. В принципе, финансовый вопрос почти решен, и в эту книгу войдет первое что. Это работа Дырченкова, которая была написана в 1947 году «История Меликеса», и его кандидатская диссертация «История ветеринарного движения за Волжью». Она очень, конечно, специфическая, очень специальная ветеринария, для всех интересная, но в ней очень много таких исторических фактов про наш Меликесский край, который мы не найдем больше нигде. Это было бы очень, я думаю, полезно всем почитать. И вторая работа, над которой мы сейчас струзимся, это у нас воспоминания эвакуированных работников Российской публичной библиотеки имени Сладыкова-Щедрина, те, которые были здесь в эвакуации с 1941-1945 года. С публичной библиотекой, с российской, мы уже связались, мы заключили с ним договор о том, что мы имеем право публиковать эти все воспоминания. Многие воспоминания уже были опубликованы когда-то в Санкт-Петербурге. Многие воспоминания будут публиковаться вообще впервые по тем рукописям, которые находятся в фондах нашего Демитрованского краеведческого музея. И надеюсь, что работа над этой книгой, она у нас тоже закончится в новом 2017 году. И эта книга будет издана. Чем интересна эта книга? Это взгляд, новый взгляд специалистов, филологов и многих других, те, которые приехали из Ленинграда тогдашнего в Меликес в 1940-х годах, где они описывают Меликес до мельчайших подробностей, как жили меликесцы, что они читали, какие песни пели, какие пословицы использовали. Это кладезь, конечно, исторического того пласта 1941-1945 года. Спасибо вам за участие в нашей программе, за интересную информацию, успехов в вашем благородном деле. И благодарю вас за внимание, уважаемые телезрители. Всего доброго, ну и до скорой встречи. До свидания.